Салют, с вами Ликей, вы смотрите канал Дай5 и шоу По Факту. Многих знаменитостей эстрады мы полюбили за их вокал, харизму и яркость. Даже если они пропадают с радаров в наших головах, они остаются такими же свежими и привлекательными. Но звезды это такие же обычные люди, у которых со временем тоже могут происходить различные изменения, которые нами воспринимаются очень неожиданно и резко. Сегодня я расскажу об одном из самых неординарных поп-певцов прошлых лет, Витаси. О том, что и его жизнь, внутреннее состояние и поступки претерпели изменения. По Факту. Витас, он же Виталий Грачев, родился 19 февраля 79 года в Даугу в Пилсе. Это один из самых крупных латвийских городов. Довольно быстро он с семьей переехал в Одессу, а уже в 16 лет в Москву. Витас поразил всех своим удивительным фальцетом. Бесспорно, как сейчас говорят, взорвал он своим хитом опера номер 2 с альбома «Философия чудо», которая вышла в 2000 году, когда артисту был 21 год. Даже если творчество Витаса вам не по душе, да и если вы с ним особо не знакомы, эту композицию вы слышали наверняка. Опера дала невероятный толчок музыканту, и на русской поп-сцене он прочно закрепился. Помимо невероятной манеры исполнения, Витас привлекал к себе внимание и необычными костюмами, в которых он выступал живьем. В 2002 году Витас выпускает небезызвестный альбом «Улыбнись», и отрицать его всероссийскую славу стало уже глупо. Но уже тогда Виталий попадал в неприятные ситуации. Так, в 2003 году на него завели уголовное дело за незаконный сбыт оружия, чего он, в общем, и не отрицал. Постепенно, к середине нулевых, популярность Витаса стала угасать. Многие могли подумать, что он и вовсе перестал заниматься творчеством на высоком уровне. Но нет. В 2006 году у Виталия действительно уже не было той популярности. И тогда он согласился выступать на центральном китайском телевидении в рамках года России. И сделал он это не зря. Витас возымел в Китае шеломляющий успех. Его выступление понравилось так, что его карьера стала, возможно, даже более популярной, чем была в России. Певец выступал на крупнейших площадках страны, становился артистом года. В его фан-клубе насчитывается более миллиона человек. А также в честь него поставили трехметровую статую. Помимо музыкальной деятельности, Виталий снимался в китайских фильмах и сериалах. Там у артиста есть особняк. Его популярность настолько высока, что, как он сам признается, он просто не может гулять там по улицам. Каждый год артист отправляется в тур по стране. Одна из главных проблем Витаса – водительские права. Эпопея с ними тянется долгие годы. Еще 11 лет назад артиста лишили прав почти на два года за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Правда, после этого он получил украинское водительское удостоверение. И тут же снова серьезно нарушил ПДД. Весной 13-го года Витас наехал на велосипедистку. Его тут же окружили свидетели, которым он угрожал пистолетом. Однако в полицию он сдал муляж. Позже он ударил одного из полицейских, а других оскорбил петухами. За удар полицейского его обязали лишь выплатить штраф 100 тысяч рублей. Но новый инцидент произошел совсем недавно, в этом году. Спустя столько времени многим и так непривычно видеть Витаса таким. Но он вдобавок совершает странные поступки. В марте его соседи, а Витас имеет загородный дом на Рублевке, пожаловались на то, что на его территории слышны характерные хлопки, похожие на выстрелы. Полиция выяснила, что действительно Витасу дома стрелял из пистолета, повороном, холостыми патронами. Сообщалось, что певец был не трезв, но информация подтверждена не была. Музыканту за это пришлось отсидеть 7 суток в спецприемнике. Я буду рад, как Витас, который чувствует себя спокойно, если ты подпишешься на канал. А также предлагаю посмотреть тебе эволюцию ютуберов и 10 самых классных телеграм-каналов. Редактор субтитров А.Семкин